здравствуйте вы смотрите это не фрейд я андрей самарцев со мной в студии психолог полина тур а говорим сегодня на тему стремление к идеальной внешности привет полин привет скажи пожалуйста откуда берется любовь или не любовь к своему телу как родители на это могут повлиять самым прямым и непосредственным образом есть огромное количество исследований семейных факторов неудовлетворенности своим телом и там есть целый ряд разнообразных проявлений в родительской семье которые могут оказать влияние на восприятие ребенком своего тела то есть первый самый простой момент это количество критических высказываний относительно внешности ребенка тут все достаточно просто чем больше родители критикует внешность своего ребенка говорит о том что ему надо бы поправиться фиксирует свое внимание на каких-то недостатков его внешности тем больше вероятность того что ребенок вырастет без той самой любви к своему телу но это еще не все потому что если говорить про комментарии то есть данные совершенно парадоксальных исследований о том что если родители очень много дают оценочных комментариях внешность ребенку но даже в позитивном ключе то есть говорят ему боже мой какая же ты красивая какая ты худенькая какие у тебя блестящие волосы например и так далее то это как это ни странно тоже связано с неудовлетворенностью своим телом и взрослых почему вот парадокс ну это действительно интересный момент в основном ученые объясняют это следующим образом что благодаря таким посланием во первых у нас своеобразная такая шкала оценки внешности появляется и у ребенка ощущение формируется что вот сейчас я нахожусь вот с этой стороны и сейчас мою внешность оценивают хорошо но где-то есть и противоположная ось координат и мне надо очень и очень стараться удержаться вот здесь во первых во вторых в целом формируется очень высокий уровень значимости внешности то есть у ребенка создается впечатление что он хороший потому что он красивый его любят потому что он красивый его принимают потому что он красивый и опять же вот это вот сверх значимость внешности которые как мы сейчас понимаем имеет очень много негативных последствий уже вот в тот момент начинает у него закладываться даже нельзя восхищаться своим ребенком да ну по крайней мере не стоит супер много внимания фиксировать именно на тему внешности то есть наверняка в вашем ребенке есть огромное количество всевозможных достоинств и прекрасных качеств которые вы можете фокус своего внимания вывести безотносительно того насколько он стройный худой какой длины у него ноги и не знаю размера нос вот мы поговорили коротко о том как родители влияют а как влияют общество и поп-культура на оценку человеком самого себя ну я думаю что ответ наверно многим становится очевиден конечно влияние более чем пагубная в принципе мы знаем что люди испокон веков были фиксированы на каких-то стандартах и идеалах связанных собственной внешностью и ну мы погрешим против истины если скажем что вот только сейчас люди начали не принимать свое тело то есть все мы знаем как например в европе в определенный момент времени была популярна операция по увеличению груди когда женщины вкалывали себе в грудь чуть ли не нужен какой-то совершенно несовместимый со здоровьем элемент в итоге через некоторое время после этого умирали но при этом во имя достижения вот этих вот прекрасных форм они такие изуверства с собой сотворяли ну и в общем то это продолжается и сейчас но только теперь у нас есть соцсети у нас есть индустрия красоты которая заинтересована в том чтобы сформировать в первую очередь у женщин но не только ощущение что они недостаточно привлекательные и при этом что именно привлекательность внешне является главным гарантом счастья и успеха и вот весь этот гремучий коктейль приводит к тому что на сегодняшний день огромное количество специалистов говорят о настоящей эпидемии неудовлетворенности своим телом с другой стороны мне кажется как раз сейчас вот то самое время когда мы живем в эпоху разнообразия но нет такого единого стандарта что ли да которому мы все должны стремиться да я с этим согласна я бы сказала что это тренд буквально последних лет то есть потихонечку мы начинаем как-то раскачивать эту систему стандарты внешней привлекательности становятся менее жесткими меньше у нас рамок больше всевозможных социальных явлений направлений таких как бодипозитив и боди нейтральности все действительно очень здорово но мы должны понять что настолько на данный момент устоявшиеся вот это вот культура внешней привлекательности и талонов красоты и так далее что вот эти вот маленькие микро дозы диверсификации они пока не в состоянии это уравновесить кстати вот насчет бодипозитива у меня есть камушек в огород бодипозитивщиц ну вот я вспоминаю историю с тем как они шеймили певицу адель когда она похудела я не знаю нормально ли вообще это но мне кажется я бы не атрибутировала это именно теме бодипозитива потому что по сути дела шеймить то есть осуждать человека за изменения которые произошли в его теле это полностью противоречит этой философии об этом и речь да такие двойные стандарты абсолютно мы же знаем да что главное послание бодипозитива заключается в том что твое тело твое дело и ты имеешь право распоряжаться им как хочешь ты можешь есть то что ты хочешь и трансформировать его в общем-то по собственному разумению поэтому мне кажется что это как всегда когда речь идет про какое-то течение всегда есть радикалы всегда есть какие-то деструктивные элементы и не стоит судить по целому направлению по вот этим отдельным ну я согласна с тобой достаточно патологичным реакциям давай поговорим с тобой про боди нейтральность мне кажется это более так мягкое течение расскажи что она из себя представляет основная идея боди нейтральности в чем заключается не в том что мы обязаны во что бы то ни стало развить в себе любовь к своему телу к каждому ему проявлению недостатку специфики и вот любить себя круглыми сутками основная идея боди нейтральности заключается в том что мы можем просто принимать свое тело и спокойно жить свою жизнь реализовывать свои жизненные цели воплощать ценности быть счастливым любимым успешным с тем телом которое у нас есть на данный момент заботясь с одной стороны о нем но с другой стороны не фиксируя на нем избыточное внимание то есть если говорить про основное послание боди нейтральности я бы вас формулировала так ты больше чем твое тело отличная формулировка кстати а скажи пожалуйста вот если все-таки человеку но никак не удается принять себя да то есть там есть какие-то например вещи отдельные части тела или все она целиком которую вот но не получается что такому человеку делать-то насильно же себя не заставишь его полюбить и принять да абсолютно тут вообще очень важная идея заключается в том что если через силу мы пытаемся вынудить себя люби люби свое тело принимай принимай свои растяжки не смей говорить критические комментарии относительно своего тела и думать негативные мысли о своем теле иногда это дает ровно противоположный эффект такие вот стратегии контроля есть даже такая метафора мне она очень нравится что когда нам лезут какие-то мысли в голову и мы супер старательно пытаемся от них избавиться то есть такой же эффект как когда мяч допустим мы находимся в бассейне у нас есть мяч и мы пытаемся погрузить его под воду и что происходит он сопротивляется и пытается выскочить и вот это ровно то что получается если мы путем вот такого вот подавления стараемся действовать и говорить себе люби люби свое тело перестань его критиковать есть целая серия разных упражнений моментов есть психотерапия в конечном счете которая может помочь с неудовлетворенностью своим телом справиться вот какие упражнения можно сделать для начала все зависит от конкретной ситуации например очень сложное отношение у людей которые не удовлетворены и своей внешностью с зеркалами так некоторые люди например не могут смотреть на себя в зеркало не высказывая огромное количество критических тех самых негативных комментариев вот есть очень интересная практика когда мы предлагаем нашим клиентам вставать напротив зеркала в обнаженном виде и смотреть на себя и стараться смотреть на разные части своего тела и в таком вот описательном безоценочном формате говорить про них и думать может быть замечать какие-то отдельные части своего тела которые кажутся особенно привлекательными и стараться ими любоваться это один из вариантов есть на самом деле действительно много элементов в том числе например важно бывает понять откуда корни растут у нашего негативного восприятия собственной внешности и например разобравшись с этим выйти на какой-то новый уровень отношения со своим телом вот у нас есть вопрос от зрительницы позволь зачитать тебе его в россии мне часто напоминают о том что надо следить за внешностью родители советуют закрасить седину друзья говорят что надо бы похудеть косметолог вечно мечтает уколоть меня каким-нибудь волшебным уколом красоты в принципе я довольна своей внешностью но каждый раз возвращаясь из поездки я нахожусь в депрессии я не хочу менять свою внешность но не знаю как противостоять этому давлению мария из берлина мария спасибо вам большое за вопрос в нем действительно очень много правды и отвечая на твой вопрос о том как быть с негативным восприятием своего тела возможно главные советы рекомендация будет заключаться в такой фильтрации своего окружения своего инфопространства потому что то что описывает мария очень распространено когда в общем и целом и вроде бы как принимаем себя но когда например приезжаем к своим родителям или общаемся с группой своих подружек которые бесконечно говорят о своем теле о нашем теле дают какие-то рекомендации воле-неволе неудовлетворенность своим телом начинает расти и появляться тут еще один есть интересный момент и категория про разницу отношения к внешности у нас в стране и в европе это действительно так и исследования современные говорят о том что мы правда больше одержимые темой внешней привлекательности особенно у женщин чем европейцы и можно с разных точек зрения это анализировать но тут будет очень уместно использовать такую феминистическую оптику и сказать о том что в нашей стране равноправие пока еще не является реальностью между мужчинами и женщинами и в этих условиях есть такой феномен феминистки называют это объективация женщин то есть смысл в том что женщины воспринимают себя как и сами и мужчины тоже как такие своеобразные объекты товары на продажу соответственно появляется идея о том что этот свой товар нужно максимально усовершенствовать сделать максимально привлекательным для того чтобы нашелся на него свой купец и получается что вместо фиксации внимания на какое-то личное самое совершенствование на другие свои достижения вот в свете прожектора оказывается именно внешность и получается что от нее зависит весь успех и вся судьба женщины поэтому для нас это настолько важно и значимо столько тревог стыда переживаний и усилий именно вот в этот канал отправляется это значит я сейчас почему-то подумал о том что если какая-то красивая женщина например говорит о том что у нее что-то в жизни не ладится то ей часто говорят такой ой ну перестань кто бы говорил ты красавица вот значит и что ты можешь знать о проблемах абсолютно это такая реальность которая не очевидно многим потому что у нас в уме действительно сидит идея того что красота это гарантия счастья что красивый человек он как бы выиграл уже изначально в генетическую лотерею и теперь его ждут столько бесконечные бесконечные радости в жизни если это происходит не так то это вот исключительно его выбор но при этом огромное количество исследований научных данных говорят о том что в общем то соответствие каким-то объективным критериям и современным эталоном внешней привлекательности и удовлетворенность своей жизнью эмоциональное благополучие они имеют на самом деле минимальную корреляцию ну и кроме того женщина с практически совершенной внешностью может все равно страдать от неудовлетворенности своим телом потому что объективные характеристики тут значение имеют минимальное на самом-то деле а что имеет значение вот как раз внутреннее есть такое понятие образ тела на английском это называется body image может быть даже правильнее будет это перевести как некоторое изображение тела то есть наше внутреннее представление о том какой я и насколько я привлекателен и это сумма из наших мыслей по отношению к своему телу из наших эмоций по отношению к своему телу ну и что возможно самое главное это действие с телом то есть когда у нас есть здоровый и позитивный образ своего тела мы прислушиваемся к его сигналом мы заботимся о нем мы его вкусно кормим мы даем ему отдохнуть когда нужно а когда надо нагружаем его некоторыми физическими упражнениями и в целом холим его лелеем украшаем и наряжаем а когда речь идет про негативный образ тела то это такая постоянная эпическая борьба с собой желание как я уже говорила втиснуть его в какие-то рамки и талоны но иногда просто настоящее насилие над собой кто вообще должен определять какое тело считать идеальным ну мне кажется что тут буквально каждый вопрос это такой своеобразный кирпичик в дорожке к неудовлетворенности своим телом то есть во первых что такое вообще идеальное тело и почему в принципе оно должно быть как можно вообще в современном мире говорить о каких-то критериях эталонной внешности ну и неужели есть такой человек такой орган которому мы можем доверить вот такие вот вердикты это абсолютно история контрпродуктивная и еще раз повторюсь что в принципе стремление к идеалу в плане внешности дает как правило ровно противоположный эффект и на самом деле очень деструктивно влияет на эмоциональное благополучие людей если уж на то пошло моя кандидатская диссертация в общем-то именно этому посвящена такому феномену под названием физический перфекционизм то есть как раз стремление сделать из себя идеала но ведь очень много таких людей ну и даже не только женщины и мужчины тоже часто вот в этой погоне да там как будто им тоже внешностью очень сильно важно я не знаю там не вылезают из спортивного зала это правда и более того я как раз когда писала диссертацию мне все время казалось что как-то мужчины их терзание переживания несправедливо обходят стороной потому что очень много ссылаются на всевозможные данные о том что например если проанализировать моделей playboy от 50-х годов до там двухтысячных или победительниц конкурсов красоты то их внешность становится все более и более нереалистичной все меньше процент жира при этом все больше грудь и вот постоянно нагнетается история связана именно с женской привлекательностью но при этом если мы будем смотреть на мужчин и на трансформацию их эталонов например посмотреть на победителей конкурса мистер олимпия и с каждым годом опять же процент жира все меньше процент мускула все менее реалистичный отдельный момент есть такой исследователь гаррисон пул как раз он сконцентрирован на изучении проблем с восприятием собственной внешностью среди мужчин он например еще и посмотрел на то что происходит с игрушками солдатиков у маленьких мальчиков и тут тоже выяснилось что если посмотреть в пропорции то размер бицепса он вырос просто многократно до совершенно нереальных размеров поэтому сейчас не только куклы барби и прочие для девочек но еще и например те же самые солдатики и супергерои тоже порождают у мужчин неудовлетворенность собой есть даже специальный такой термин комплекс адониса это такой мужской аналог анорексии у него много на самом деле название он еще называется бигарексия или мышечная дизморфия как ты думаешь в чем он заключается если при анорексии девушки постоянно считают что они недостаточно худые чего мужчины мужчины переживали из-за того что он недостаточно накачан да да абсолютно верно то есть эта история о том что мужчины действительно ходят на фитнес качаются употребляют стероиды какие-то дополнительные препараты но при этом они смотрят на себя в зеркало и говорят про то что я какой-то хиленький худенький у меня тоненькие ручки и все и мало и точно такое же искаженное восприятие собственной внешности точно такие же деструктивные паттерны и деструктивное поведение как и у девушек неудовлетворенных собой я знаю очень многих и молодых людей и девушек которые стесняются раздеваться на пляже например потому что им кажется что они будут выглядеть не очень презентабельно по сравнению с остальными людьми да абсолютно это как раз то о чем мы говорили что негативный образ тела он складывается в том числе и из действий связанных со своим телом в том числе помимо вот этих всех насилий в виде жестких диет ограничений пластических операций это еще и стремление укрыть свое тело от внимания окружающих людей от фотошопить свои фотографии в целом кстати если говорить на тему пляжа все психологи каждый раз хватаются за голову когда слышат все эти послания про подготовь тело к пляжу подходит ли твое тело к лету или нет я недавно в журнале вообще совершенно поразилась заголовком даже не стала открывать эту статью обычно пишут про то какие диеты подготовят твое тело к пляжу а там был заголовок какие пластические операции подготовят твое тело к пляжу то есть совершенно дикая идея о том что наши тела это как какие-то сезонные аксессуары которые можно трансформировать и изменять в зависимости от того какая погода и какой бикини сейчас в моде полин как вообще можно определить доволен человек своим телом или нет может быть есть какие-то тесты тесты безусловно есть но мне кажется что тут более ценным для нас критерием будет именно то как мы проявляем свое отношение к телу и здесь абсолютно уместно аналогия с партнерскими отношениями ведь очень любят многие психологи говорить о том что любить это глагол то есть подразумевают под этим что любовь своего партнера мы к себе чувствуем по конкретным действиям поступкам заботе о нас вот та же самая история в случае с телом нельзя любить его просто умозрительно и при этом увеличивать уменьшать отрезать от него определенные куски морить себя голодом это совершенно точно не любовь к своему телу любовь к нему это принятие своего тела со всеми его несовершенствами и забота о нем которая выражается в том что мы например слышим сигналы связанные с голодом и уважаемых и кормим свое тело или когда мы уже наелись мы чувствуем насыщение и останавливаемся то есть это умение услышать свое тело и сейчас даже есть специальные кучи и тренеры которые учат тому как установить контакт с собой это называется эмбодимент то есть как бы напомнить себе о том что у тебя есть тело не только с точки зрения его каких-то эстетических критериев и признаков но и с точки зрения его потребностей нужд и желаний ну смотри я почему спрашиваю нужно ли все принимать у меня есть личный опыт в этом смысле у меня в детстве были очень кривые зубы да и в школе меня дразнили кривозубым потому что там один выдавался сильно вперед другой назад в общем там не виси кость на кость вообще все шли я ходил с пластинкой то есть я как бы их исправлял но при этом меня продолжали дразнить и говорили что а ты носишь вставную челюсть и в общем пластинку эту я снял я не доносил ее и потом уже во взрослом возрасте я поставил брекеты вообще после того как солист группы король и шут горшок на интервью как-то спросил меня чуть с зубами почему они такие кривые вот и меня как-то после брекетов уже отпустила но я носил их три года я к тому что может быть все таки но если человека это парит то надо и исправить и ничего там нет страшного и то есть не надо там осуждать говорить вот ты там что-то в себе изменил значит ты себя не принимаешь ну как то вот может быть более с пониманием относиться к таким вещам спасибо большое что ты поделился мне кажется первых это действительно важно заниматься таким самораскрытием и объяснять что у многих из нас были или есть комплексы относительно своей внешности а во-вторых мне целую серию моментов из твоего рассказа хочется прям высветить и сделать на них акцент во-первых действительно тема любви к себе иногда превращается в какую-то очень странную ловушку когда нас пытаются уличить и обвинить в том что ага ты недостаточно себя любишь ты посмел как-то усовершенствовать и прогрейдить свою внешность о какой ты не бодипозитивный опять же мое тело мое дело и вот это вот попытка превращаться в полицию нравов и принятие своего тела это абсолютно деструктивная дорожка это первое второе очень важный момент о котором ты сказал это тема буллинга издевательств в школе и мы не сказали об этом раньше это действительно тоже очень очень важный фактор который способствует формированию комплексов и неудовлетворенности своим телом то есть конечно не только родители во всем на свете виноваты есть еще и одноклассники также например мы можем действительно просто от посторонних людей запомнить какое-то замечание комментарии и затем носить его таким тяжелым грузом на своем сердце ну а теперь возвращаясь конкретно к твоему вопросу о том имею ли я право что-то исправить и жить дальше конечно да ну во первых если говорить про зубы тут еще есть элемент связанные со здоровьем с тем что в принципе мы знаем что там правильный прикус это вообще залог здоровья всего нашего организма это во первых а во вторых это миф о том что вот абсолютно все люди на свете которые делают себе какой-то один улучшайзинг непременно подсаживаются на эту иглу и продолжают ненавидеть свое тело и трансформировать все новые и новые его части то есть есть например исследования которые говорят что какие-то женщины там не принимали свой нос они действительно делали себе ринопластику и после этого жили себе счастливы или там современном мире женщина в принципе уж что уж говорить имеет право например после родов посмотреть на свою грудь сказать себе что я хочу вернуть ее к прежнему состоянию и взяв на себя низкие сопряженные с любой пластической операции мы должны это понимать и это конечно большая проблема современности что настолько легкое отношение к серьезным хирургическим операциям под общим наркозом действительно как будто бы мы просто меняем одежду или не знаю делаем например себе накладные ресницы и вот приблизительно в той же серии эта операция по увеличению груди это конечно слишком легкомысленное отношение но может ли быть так что человек делает себе одну пластическую операцию выдыхает успокаивается и живет дальше да но если тема неудовлетворенности своим телом и ненависти к себе у него очень сильно проявляется если у него низкая нестабильная самооценка то тогда мы знаем что каждая следующая пластическая операция только еще больше усиливает этот самый негативный аффект и негативный образ тела мне кажется очень многие недобросовестные пластические хирурги как раз пользуются такими пациентами и навязывают им что вот вам бы еще здесь и вот здесь и вот тут давайте-ка отрежем вам это и пришьем то да абсолютно то есть это то с чего мы начинали с разговоров про индустрию красоты и про то что это совершенно колоссальный много миллиардный бизнес и действительно пластические хирурги и косметические всевозможные компании они заинтересованы в том чтобы развивать в нас комплекс и говорить нам что мы не окей мы не в порядке мы недостаточно хороши и если мы вообще хотим обрести счастье мы обязаны что-то с собой сотворить если посмотреть не обязательно даже про пластику а просто про рекламы например шампуней для волос нам непременно внушают что наши волосы недостаточно блестящие сильные увлажненные и поэтому нам срочно что-то надо с ними сотворить и вот кстати пожалуйста наш шампунь а кстати вот на тему волос еще хотел сказать что там какие-то накладные волосы идут в ход там я не знаю парики сейчас уже появились там какие-то незаметные почему так происходит что сила женщины в волосах ты знаешь теперь продолжаем нашу историю самораскрытием у меня между прочим были переживания связанные непосредственно с этим да действительно тема женских волос она такая в ней очень много сакрального очень много разговоров действительно о том что сила женщины в волосах красота женщины в волосах длинные волосы это как бы синоним и воплощение главная женственности и так далее и в общем-то я через это прошла потому что у меня изначально были густые волосы и я все свое детство слушала очень много комплиментов моей косе и пышные шевелюри и в том числе и от моих родителей и у меня как бы сформировалась восприятие себя как девочки с шикарными волосами и вроде бы все прекрасно похвала не критика но в 16 лет у меня в связи с определенными проблемами с моим здоровьем очень сильно и очень резко начали выпадать волосы там действительно была драматическая история и понятное дело что никакой 16-летней девочки это не было бы приятно но я это воспринимала просто невероятно болезненно то есть мне буквально год снились сны об этом и я переживала именно потому что для меня волосы как будто бы были частью меня как будто бы меня любят выбирают я нравлюсь мальчиком именно из-за них но при этом вот хочется снова вернуться к этой концепции боди-нейтральности и в целом и в частности и если посмотреть правде в глаза мы понимаем что конечно же любят не за волосы влюбляются не за волосы и мне кажется что кстати новое поколение тик-токеров они лучше это понимают и они намного проще относятся к этому то есть кто-то из них может побриться на лысо а потом носить парики перекраситься то есть вот это инвестированность и ощущение значимости например волос мне кажется сейчас стало меньше и это здорово дожди ты сейчас перескочилась с этой темы которую сама же и начала как-то решила свою проблему с волосами слушай ну на самом деле я как я уже сказала испытываю действительно много боли и переживаний связанных с волосами но потом просто прошло время они у меня отросли восстановились и например сейчас прошло получается что уже практически 15 лет и я смотрю назад и мне кажется что ну как я могла быть настолько фиксирована на теме волос то есть я буквально месяц назад задала себе вопрос окей а если это произойдет снова если я вот возьму и потеряю свои волосы смогу ли я с этим жить дальше и я поняла что да абсолютно точно смогу смогу строить свою жизнь смогу реализовывать свои жизненные цели и мой муж меня безусловно не бросит потому что волосы далеко не так значимы как мне казалось в 16 лет но это сейчас ты так рассуждаешь потому что ты уже психолог прокачанный человек а я думаю что наши зрители конечно же не все могут похвастаться этим давай дадим им рекомендации может быть как вообще воспитать в себе такое отношение есть очень много разных способов например наблюдать за теми же самыми популярными людьми о которых мы говорили в начале смотреть например на современную икону абсолютную билле айлиш которая да не соответствует современным стандартам привлекательности она не супер худая длинноногая тонкая звонкая лани и тем не менее ее обожают миллионы но кстати полина ведь били айлиш тоже недавно разделась для обложки журнала и и показала может быть больше до своей формы прекрасная на мой взгляд но она ведь говорила что я не такая это интересный момент это тоже вот эта культура бодишейминга где мы снова пытаемся поймать человека и сказать ага только недавно ты ходила в оверсайзе и говорила о том что не будешь демонстрировать свое тело а теперь вот твои формы в корсете как ты можешь это опять же возвращает нас к идее что это ее тело и ее дело и она может ходить в оверсайзе а может делать такие эротические фотографии и в этом будет такая ода любви к своему телу к принятию женской сексуальности и кто мы такие чтобы это осуждать не мы не осуждаем ни в коем случае конечно вообще мне кажется по жизни все люди больше обеспокоены самими собой и понимаешь и тем что думают о них другие они не сами думают о других да да это такой парадокс страха негативной оценки которые заключаются в том что мы все настолько зациклены о себе что нам не до других и ты знаешь я вспомнила один из своих самых любимых экспериментов которые как раз иллюстрируют тот факт что мы сами для себя самые строгие критики и судьи это эксперимент под кодовым названием лицо со шрамом и суть его заключается в следующем группу людей готовили к определенному эксперименту и говорили им о том что сейчас мы на ваше лицо нанесем пластический грим совершенно ужасными и отвратительными язвами и шрамами и после этого вы выйдете в свет в люди и будете общаться с разными людьми а после этого поделитесь своими ощущениями ну а затем вы в обычном состоянии без этого грима выйдете и с другой группы людей тоже будете взаимодействовать но и что оказалось что когда задавали вопрос участникам все они в один голос говорили об одном и том же что когда я был с этими шрамами на лице это был очень неприятный опыт я видел как люди не хотят со мной взаимодействовать они хмурились у них было презрение в лице они быстрее пытались оборвать со мной диалог в общем мне было очень и очень тяжело вот когда я был с собой все было более менее неплохо но в чем потрясающий элемент этого эксперимента заключается в том что на самом деле после того как на них наносили пластический грим в последний момент им говорили ой нам надо кое-что подправить и честно не знаю как это было технически реализовано но в общем с них этот грим снимали и на самом деле они оба раза взаимодействовали в абсолютно одном и том же формате с другими людьми и в итоге они сами про себя думали как про каких-то отвратительных уродливых анти привлекательных людей и додумывали за других людей определенные реакции более того сами тоже вели себя намного менее контактного расслаблено дружелюбно и спонтанно то есть мораль из этого эксперимента такова что самый суровый приговор в конечном итоге мы выносим себе сами и не столько наши объективные шрамы и дефекты определяют наше взаимоотношение с другими людьми но то как мы сами про себя думаем есть действительно еще раз повторюсь большое количество людей которые абсолютно счастливы и не соответствуя тем стандартам которые нам транслирует общество не стоит вдохновляться такими людьми и черпать в них какие-то силы и превращать их своеобразные ориентиры скажи пожалуйста помогают ли вот принять себя аффирмации серии там я самые обаятельные и привлекательные ну скажем так аффирмации могут стать такой последней щепоточкой которые помогут в этой работе по принятию своего тела но если это превращается в один единственный инструмент по самовнушению ничего хорошего конечно ждать не приходится и часто опять же как мы говорили это дает только обратный эффект то есть когда ты всеми фибрами души ненавидишь свое тело твердишь себе противоположное при этом продолжаешь например сидеть на жесточайшей диете в этом очень мало того что называется психологии конгруентности то есть ты чувствуешь думаешь и делаешь совершенно разные вещи а чем больше мы это будем приводить в соответствие тем ближе будет такое выздоровление от ненависти к себе ну давай подведем резюме сегодняшнего выпуска чтобы ты могла порекомендовать нашим зрителям чтобы они сделали шаг навстречу к себе и к принятию самих себя но есть на самом деле простая рекомендация которая заключается в следующем перенесите пожалуйста прямо здесь и сейчас фокус внимания на свое тело и задайте себе вопрос комфортно ли ему хорошо ли ему не жмут ли ему туфли например не хочется ли ему поесть или попить соответственно это первый вопрос как я себя чувствую сейчас а второй вопрос что я могу сделать опять же прямо сейчас для того чтобы мне стало еще лучше вот из таких маленьких шажков из такого заботливого бережного внимания к себе и выстроиться потихонечку та самая любовь которой мы все стремимся спасибо тебе огромное и за сегодняшнюю встречу из-за твоей рекомендации и за твою откровенность спасибо большое взаимно вы смотрели это не фрейд ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы мы постараемся разобрать их в наших следующих выпусках счастливо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok